Я вас всех, ребята, поздравляю с днём релиза Brawl Stars! Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то Brawl Stars вышел во всем мире! Абсолютно любой из вас его может сейчас скачать и поиграть! Я для вас подготовил очень много разных видосов, будет много разных обучающих роликов, также много онлайн-каток на моей основе. Я каждый день провожу стримы по Brawl Stars, по ссылке в описании приходите сегодня на стрим. Я специально для релиза создал новый аккаунт, я вам говорил, что я создам специально для новичков новый аккаунт, дабы вас обучить тому, что я прошёл. Не говорю о профессиональной игре, я ещё не вышел на такой уровень, но хотя бы новичков обучить те азы, которые вы должны знать по каждому персонажу. Возможно, будет выходить каждый день ролик, либо, не знаю, через день, либо раз в неделю. Обучающий ролик и обзор по каждому персонажу. Как играть, что делать и прочее-прочее. Сейчас я создал аккаунт, у меня он 0 кубков, у меня сразу есть персонаж Шелли. Я думаю, что большинство из вас уже давно поиграли, да, и, в принципе, отдельный обзор про Шелли делать я точно не буду, потому что это классический стандартный юнит, ничего особенного. Сейчас я поиграю, естественно, что надо расскажу. В общем, друзья, подпишитесь прямо сейчас на канал, если здесь впервые. Прямо сейчас скачивайте Brawl Stars, если ещё не скачали. И на канал для стримов тоже подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Пишите в комментарии, какой вы обзор хотите. Ну, вообще, обзоры будут на каждого персонажа. Какие вопросы вас интересуют. И давайте, короче, взрывать и играть вместе. Обязательно вас жду сегодня на стриме. Будет много конкурсов перед Новым Годом. Я буду много разыгрывать аккаунтов, спецпаков, гемов и прочее-прочее. Обязательно подписывайся и оцени этот видос лайком. Очень тебя прошу. Итак, поехали. Игровое меню. Это такое, знаете, введение новичков в курс дела. Игровое меню. Здесь вот есть боксы. Здесь вот есть режимы, где вы будете играть. Конечно, с каждым уровнем и трофеями будут у вас... Точнее, трофеи с каждым... Чем больше трофеев, тем больше открывается у вас режимов. На данный момент у вас только геймграб, захват кристаллов. Магазин, кланы. Вот это все вы сами уже разберетесь. Я не буду в такие уж подробности вдаваться. Давайте посмотрим, что у нас тут в магазине. Откроем. Прокачаем сейчас Шелли. Я немного расскажу про Шелли и... Покажу, как с ней вообще играть. Вот. Также у меня есть Барли. Это уже на следующий выпуск. Значит, скины я сейчас не буду получать. Мне они не особо нужны. А, нет. Могу. Все, беру. Беру однозначно так. Все. Что у нас тут еще? Больше ничего у нас. Особая спецакция. Если хотите, я буду донатить на этот аккаунт. Если не хотите, не буду. Возможно, я этот аккаунт разыграю потом среди вас, когда прокачаю. Что ж, перенесемся в бой. Захват кристаллов. Я, честно, очень рад, что наконец-то это свершилось. Что релиз во всем мире. Теперь вообще любой человек. Господи. Нас три Шелли в начале. Это угарно. Итак, по поводу Шелли. Что вы должны знать? Вы должны знать, что это юниты ближнего боя. И атаковать нужно только на ближней дистанции с ней. Ну, точнее, не только, а желательно. Потому что так больше урона вы нанесете. В начале очень легко играть. Кстати, почему-то у меня не было обучения. Это мне... А, я так понял. Мне просто этот аккаунт создал Богдан. И он, видимо, обучение прошел. Вот. Но у вас там будет обучение. Я думаю, что это нет смысла сейчас записывать на ролик, как проходить обучение. Это очень просто. Вот. Стрелять, бегать, я думаю, опять же, вы разберетесь. Это прям, ну, слушайте, это надо быть настолько неразбирающимся ни в чем, что это тоже требует какого-то обучения. Вот. Подходите впритык, нажимаете в атаку. Можно автоатакой атаковать. Вообще, ближниками легко автоатакой играть. Подходите, нажимаете на автоатаку. Автоатака работает просто вот так. Нажатие на красный кружочек и срабатывает автоатака. Вот. На ближней дистанции Шелли наносит просто огромный урон. Также у нее была одна из самых лучших неспособностей. Самая лучшая ульта у этого персонажа была. До того, когда они ввели Леона. Про Леона тоже потом сниму видос. В этом режиме вы играете 3 на 3. Команда 3 на 3. И чья команда соберет больше кристаллов, та и побеждает. Отсчет идет до конца тайма, когда какая-то из команд собрала 10 кристаллов. Как только 10 кристаллов кто-то успел собрать, сразу идет обратный отчет. И как только отчет заканчивается, сразу бой завершается. Вот. Так, а где мой легендарный, где мой звездный токен? Я его что не получил? А нет, стоп. Я получил его, да? Да, я его получил. Вначале естественно не особо так интересно. На первый взгляд вам покажется, типа, блин, что-то мне игра не особо нравится. Я вам настоятельно рекомендую поиграть очень длительное время. Ну, там, пожалуйста, недельку-две позадротте, и вы поймете, что разнообразий здесь очень много. Когда вы выбьете остальных персонажей, у вас реально откроется перед вами целый мир. И, ну, куча режимов, куча способностей. Вообще, ну, много всего. Поэтому, однозначно поиграйте недельку-две, чтобы оценить игру полностью. Потому что, ну, вначале, вот я сейчас за Шелли играю, но это, честно, скучно. Вообще, против меня сейчас боты играют. Они вообще не атакуют. Видите, очень легко играть. Вначале это специально сделано... Смотрите, они не атакуют. Я стою, они не атакуют. Это прям, я не знаю, что надо сделать, чтобы проиграть. Вот. Конечно же, на таких кубках обзор пилить я не буду. Это, ну, очень легко, реально. Тут не нуждаетесь вы в советах. Тут сами разберетесь. А вот чуть подальше, уже где-то начиная со 100-200 кубков, да, там уже, конечно, ну, надо вам рассказать некоторые моменты. Это для тех, кто только сегодня скачал. Кто на меня подписан уже давно, играет уже давно. Ребята, ждите. Видос на основе тоже скоро будет. Вот. И будем однозначно поднимать кубки на основе. У меня сейчас на основном аккаунте 5700 трофеев. Вот. Сегодня на стриме продолжу поднимать. На твинке буду играть чуть попозже. Но я думаю, что, ребят, донатить мне все равно сюда придется, чтобы побыстрее выбивать юнитов, дабы вам про каждого юнита успеть снять обзор. Чтобы, ну, если без доната, я думаю, что это долго будет происходить. Чисто донат для того, чтобы снять контент. Не в целях, там, не знаю, удовлетворить свое эго, там, или еще что-то. Типа, о, мы, кстати, ниту выбиваем. Но я ее заберу на следующий выпуск. Про ниту сделаю обзор в следующем ролике. Возможно, не сам. Приглашу, там, какого-то, не знаю, игрока в дискорд. Лал Ю, там, Кот Наркот. Это те игроки, которые разбираются лучше, чем я в игре. И сидят выше, чем я. И, ну, реально, может, каким-то еще советом дополнят. Ну, вначале-то понятно, что тут у всех будут одинаковые советы. Вот. Но, тем не менее, обязательно подписывайтесь и следите за выходом каждого нового ролика. Блин, я не знаю. Я вот после того, когда уже поиграл на основе, я даже не знаю, что тут можно объяснять в начале поединка. Потому что, ну, блин, мне кажется, тут все легко. Но я думаю, что для новичка ничего не понятно. Вот у меня сейчас Леда скачала игру. Говорит, я вообще ничего не понимаю. Так, бегаю, стреляю. Ничего не понятно. Вот. Ну, в этом режиме я вам объяснил, что нужно делать. Нужно собирать вот шахта, да, падают кристаллы. Вот. Просто собираете вот слева вверху, вы видите наши кристаллы. Справа вверху, в верхнем, вы видите вражеские кристаллы. У них ноль кристаллов. Ну, потому что в начале вы будете играть против ботов. Они вообще не играют. Вот. Вначале, вот опять же, персонаж Шелли. Вам нужно желательно атаковать, ну, на ближней дистанции. Вот смотрите. Подходим. Нажимаю в атаку. Оп. А. Когда респавнится персонаж. Когда респавнится персонаж, он еще в этом щите. И урон не наносится. Иммунка у него. Да, если, кстати, вы умерли, вы возрождаетесь. То есть, постоянно идет респавн. Вот. Но не думайте, что это, ну, типа, а, ну, значит, все, не проиграешь. Нет. А, умирать, ну, это чуть повыше, вы поймете. Вначале, вначале очень трудно вам описать все тонкости. Вот. Хитпойнты тоже у вас отбавляются. Если вы где-то не будете атаковать и где-то станете за текстурой, и вы не будете получать урон, ваше здоровье будет восстанавливаться постепенно. Вот. Если вы будете же атаковать, здоровье всегда будет на одном делении, пока вас не убьют. Вот. Вот. Блин, это такие банальные вещи я рассказываю. У меня аж самому, типа, что, ну, мы же не дауны сейчас там, знаете, в комментах. Что ты рассказываешь? Мы же, что, дауны или что? Я надеюсь, что все понятно. Ну, просто мало ли вдруг какой-то мой совет нужен был. Вот. Ну что, я думаю, что на этом аккаунте, блин, вообще смысла нет. Ну, давайте последнюю, окей, последнюю карточку. Вообще, надо на нем поднимать кубки, потому что все вам рассказывать, показывать. Вообще, подробные будут катки и объяснения на стриме, потому что там я могу больше рассказать. Там у меня живое общение с аудиторией идет. Вы в чате задаете вопрос, я его читаю и отвечаю. То есть, так проще, знаете. Я вот сейчас снимаю видос, но вдруг у кого-то какой-то вопрос, да, и он не может мне его сейчас задать. Я не могу на него сразу сейчас ответить. Задаст он в комментариях уже, а там уже в следующем ролике отвечу я на него или нет. Это уже такое, бля, меня убило Шелли, представляете? Ну, тут уже не боты, слушайте, тут уже живые люди. Смотрите, мы проигрываем. Все, подрубаем скилл, давай, погнали, которого нет. В кустах, кстати, вас не видно. Сейчас под ультой, смотрите, бам! Ну, опять же, я ульту слил на дальней дистанции, мало урона прошло. И чем ближе я буду стоять к сопернику, тем эффективнее будет мой выстрел. Почему мы проигрываем, я не понял. Почему мы проигрываем? Нита, давай! Нита, атакуй, не стой, пожалуйста! Ну, Валера, блядь, Валера, сука, что ты тормозишь? Ух, Валера, блин. Добьете? Нет? Понятно. Ладно. Такое ощущение, что они прокачаны лучше нас. Потому что, ну, у него... Да ну нах, вообще просто я не могу уничтожить никого. Так. Походу, мне надо самому обучающие ролики посмотреть. Пипец, первое поражение не против бота. Ой, да, первая игра не против бота и сразу поражение. Ноль кубков. Ну, вначале вас не будут отбирать кубки. Давайте еще. Мне не понравилось то, что я проиграл. Стопе, стопе. Надеюсь, сейчас тоже не боты. Просто я вообще не напрягался. Так, знаете, от балды играл. Все, сейчас постараюсь. Ну, я не ожидал, не ожидал. Так. Сейчас ульту набьем. Против Динамайка? Динамайка это... Блин, ну вообще, то интересно, то неинтересно. Че за соперники? Я вот против предыдущих бы еще раз хотел сыграть. Ну, прям реально... Чувство какой-то несправедливости у меня есть. Типа, нет, мы незаслуженно проиграли. Мы должны были выиграть. Так. Ну, сейчас, ребята, когда игру все скачают, будет очень много новичков. Однозначно, вначале вам будет легко подниматься. Видите, я сейчас подхожу впритык к соперникам своим. Ну и, грубо говоря, сразу практически уничтожаю с нескольких тычек. Ну, тут вообще ни о чем. Блин, предыдущие неплохо так сыграли. А че, кто будет кристаллы собирать? А, они-то. Смотри, они вообще не стреляют. Ульта. Блин, я в прошлом поединке просто ульту слил как бомж вообще. Как будто в первый день в игре. Но я не думал, что против новичков будет... Ну, что я еще там... Что мы... Есть такой же вариант, что мы можем еще проиграть против новичков. Я об этом даже не думал. Но, как видим, что на этих кубках тоже можно проиграть. Так, смотрите, подходим в упор. Сейчас, ну, давайте к Джесси. Используем ульту. Почти убил с ульты. Ну, так как у меня еще Шелли не прокачана, урон, конечно, не особо большой. Ни фига себе. Динамайк попал по мне. Остается вот сейчас, видите, да, мы собрали больше 10 кристаллов. Идет обратный отчет. Если вражеская команда у нас не заберет кристаллы, либо же не соберет больше, значит, победа идет тому, у кого больше кристаллов. Звездный игрок, это значит, вы нанесли больше всего урона за поединок. В общем, как-то так, ребят. Я... Это был не обучающий ролик. Это просто было такое, знаете, введение в курс дела, что все, вы можете скачать Brawl Stars. Дальше я буду подготавливаться к ролику, приглашу кого-то, больше расскажу. Вообще, пишите в комментариях, что вас интересует. Вот конкретно. Я думаю, что я много рассказывал того, чего не надо рассказывать. Типа, о, меню, смотрите, вот магазин, бойцы там. Это вы все сами разберетесь, не маленькие дети. Вот. А как играть, чем играть, и связки топовые, это все в дальнейшем. Подписывайтесь, приходите сегодня на стрим, по ссылке в описании. Буду вас ждать. И удачного вам развития. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok